Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Для встречи слева на краю! Субтитры сделал DimaTorzok Командует парадом главнокомандующий сухопотными войсками генерал армии Олег Солюков Товарищ министр обороны Российской Федерации! Войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 75-й годовщины победы Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Солюков! Начинается объезд парадных расчетов бойцов! Генерал армии Сергей Шойгу направляется для приветствия военнослужащих сухопотных войск! Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 За последние годы сухопутные войска вышли на качественно новый уровень своего развития, являются надежным гарантом обеспечения военной безопасности государства. Личный состав сухопутных войск всегда готов встать на защиту Родины и ее национальных интересов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Министр обороны поздравил с 75-летием победы парадные расчеты воздушно-космических сил, боевое дежурство истребительной и дальней авиации, сил противовоздушной обороны, обеспечение мероприятий в космическом пространстве, переброска техники и личного состава. Вот неполный перечень практических действий российских воздушно-космических сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадный строй военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты в связи подразделений Западного военного округа. Сегодня в военном параде принимает участие более 14 тысяч военнослужащих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчеты воздушно-десантных и железнодорожных войск, ракетных войск стратегического назначения, парадные расчеты Росгвардии, ФСБ и МЧС России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты военно-морского флота, инженерных войск, военнослужащих женщин, парадные расчеты иностранных государств и самых юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, воспитанников кадетского корпуса и юной армии. Генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд в 8 и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации верховному главнокомандующему вооруженными силами России Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Министр обороны, генерал армии Шойгу. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории, как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменовании окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамены и штандарты нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой. И миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражения. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Аминь. 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 Звучит музыка. Звучит музыка. Из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Они, отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не станет на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Он разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими войнами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность. Человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Мы понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открытый для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкнула. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура! 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 К торжественному маршу! По батальону! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков. На Красной площади юные музыканты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Более 7 тысяч воспитанников в составе роты барабанщиков удостаивались чести открывать торжественное шествие войск, задавая темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Мимо трибун проходят знаменные группы знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России. Возглавляет знаменные группы майор Алексей Рукленко. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил. Сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Право быть в строю почетного караула предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского преображенского полка под командованием полковника Сергея Бессонова. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен, прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. Торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений времен Великой Отечественной войны. Первыми идут пехотинцы со знаменитыми винтовками Мосина. Именно пехота с первого и до последнего дня войны в середине прерывных боев огнем и штыком ковала победу. На брусчатке Красной площади летчики в форме военных лет. Именно они в воздушных боях очистили небо от фашистских стервятников. На Красной площади моряки, ставшие в годы войны примером мужества и отваги. На марше саперы Великой Отечественной войны. Их самодвежные действия спасали жизни солдат. Возвращали к мирной жизни города, освобождая их от мин и боеприпасов. На площади войсковые разведчики. Держесть, находчивость, вера в победу. Вот слагаемые успешных действий разведки в телу врага. Неувядаемые славой покрыли себя воины-пограничники. 485 застав, первыми принявшие удары врага или неравный бой до последнего патрона. Мимо трибун идет рота ополченцев. Летом 41-го года более миллионов граждан вступили в ряды добровольческих дивизий, защищая Отечество и родной дом. На Красной площади парадный строй казаков. Во главе парадного строя атаман с российского казачьего общества, казачий генерал Николай Талуда. В годы войны более 250 казаков стали героями Советского Союза. Завершают историческую часть парада на Красной площади офицеры в форме участников парада победителей 1945 года. Во главе парадного расчета генерал-лейтенант Андрей Топоров. Сегодня мы рады приветствовать на параде победы военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и Дружественных Стран. На Красной площади подразделения бригады миротворческих сил Азербайджанской республики возглавляет парадный расчет майор Самик Мамедов. Через горнило войны прошло свыше 600 тысяч азербайджанцев. На марше парадный расчет вооруженных сил Республики Армения под историческим знаменем 89-й Таманской краснознаменной орденов Красной Звезды и Кутузова Стрелковой дивизии. Командует парадным расчетом полковник Ашот Акабян. Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей проходит рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шапилевич. На Красной площади парадный расчет трех видов индийских вооруженных сил. Под командованием майора Анджума Горка из СИКского полка легкой пехоты. В 44-м году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады лучшего соединения вооруженных сил Республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской Республики под боевым знаменем 8-й гвардейской Режицкой Краснознаменной орденов Ленина и Зворова водострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бекказы Туминбаев. Мимо трибун проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Расчет возглавляет генерал-майор Бао Цзэминь и старший полковник Хань Цзэ. По Красной площади проходит рота почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Возглавляет парадный расчет капитан Виталий Жосон. Перед трибуной проходит подразделение вооруженных сил Монголии. Возглавляет парадный расчет командир специального батальона полковник Баддалгирин Хаш Эрдене. Монголия с первого дня войны стала надежным союзником нашей страны. Под руководством командира гвардейского батальона подполковника Драгона Яковлевича на Красной площади парадный расчет военнослужащих гвардии войска Сербии. Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии и всегда будет помнить павших воинов. По Красной площади проходят выпускники военного института Министерства обороны Республики Таджикистан. Возглавляет парадный строй подполковник Хафиз Зада Файзи Мухаммад. На Красной площади военнослужащие вооруженных сил Туркменистана. На автомобилях «Победа» представлены государственный флаг и боевое знамя 748-го стрелкового полка, которым воевал дед президента Туркменистана Верден Мухаммад Аннаев. Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 1945 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в параде «Победы». Возглавляет парадный расчет полковник Игорь Якимов. На Красной площади воспитанники Тверского Суворовского военного училища. В 1943 году училище приняло первых мальчишек военных лет. 18 из них были сынами полков, имели боевые награды. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляков. На брусчатке Красной площади парадный расчет юных нахимовцев из Санкт-Петербурга. Возглавляет парадный расчет капитан 1-й ранг Андрей Сеневич. Более 15 тысяч флотских офицеров начинали постигать морскую науку в стенах училища. По Красной площади проходят юные моряки Кронштадтского морского кадетского корпуса. Впереди начальник корпуса капитан 1-го ранга Николай Довбешко. Уже 25 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцам. В параде победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движения «Нюнармия», в рядах которого уже более 750 тысяч человек. Возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко. На Красной площади полк сухопутных войск вооруженных сил России открывает прохождение слушатели общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Большинство прославленных маршалов Победы и командиров Красной Армии обучались военному искусству в стенах академии. Мимо трибун проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школой, центром подготовки специалистов военно-политической работы. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный стройполковник Андрей Китов. Старейшие кузницы отечественных офицеров, артиллеристов и ракетчиков исполняется 200 лет. Из стен академии вышли 98 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня академия готовит командные кадры на все артиллерийские и ракетные комплексы, стоящие на вооружении российской армии. На Красной площади курсанты военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Возилевского. По главе парадного строя начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. За годы войны зенитчиками было уничтожено более 20 тысяч вражеских самолетов. 57 воинов-зенитчиков удостойны звания Героя Советского Союза. Сегодня академия ведет подготовку в командных кадрах для самых передовых зенитных ракетных комплексов и систем. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, отметившая 120-ю годовщину со дня начала подготовки интендантских кадров. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Владимир Коновалов. В парадном строю военно-служащих женщин курсанты высших военных учебных заведений России, будущие офицеры Воздушно-космических сил, тыла, военные переводчики, юристы и финансовые работники. Командуют парадными расчетами майоры Марии Васильева и Екатерина Рякова. Примером для девушек являются участницы Великой Отечественной войны. 93 женщины в годы войны стали героями Советского Союза, четверо полными кавалерами Ордена Славы. Мимо трибун проходят полк Воздушно-космических сил России. В его составе офицеры и курсанты ВВАА имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Сегодня Академия готовит офицеров по 70 специальностям с использованием современной учебно-материальной базы, новейших и перспективных образцов авиационной техники, беспилотных летательных аппаратов, наземных средств обеспечения полетов и средств радиоэлектронной борьбы. За 100-летнюю историю Академия подготовила десятки тысяч выпускников, внесших достойный вклад в освоение воздушного пространства и космоса. Более полутора тысяч выпускников Академии в мирное время и в годы войны по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 60 из них удостоились этого звания тважды, а выпускник Академии маршал авиации Иван Кожедуб стал Героем Советского Союза трижды. Сегодня в парадном строю Академии идут представители офицерских династий, берущих свое начало от первых российских покорителей неба и освоения авиационной техники. На Красной площади парадный расчет военно-космической Академии имени Можайского. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. В разные годы в стенах Академии обучались летчики, испытатели авиационной техники, в том числе знаменитый ас, прежде герой Советского Союза Александр Покрышкин. Сегодня Академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его возглавляет контр-адмирал Вячеслав Сыпьев. В составе парадного расчета курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова, расположенного в городе Калининграде. Среди 18 тысяч выпускников 80 адмиралов и генералов, командующие флотами, лотилиями, командиры кораблей и подводных лодок. На Красной площади моряки-дальневосточники. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Шмаков. За свою 80-летнюю историю училище подготовилось выше 20 тысяч офицеров. Среди них 18 героев Советского Союза, России и социалистического труда. Мимо трибун проходит морская пехота. Ее главный девиз там, где мы, там победа. Морскую пехоту на параде победы представляет 336-я. Отдельная гвардейская белостокская бригада Балтийского флота. Во главе с командиром полковником Андреем Лазуткиным. Ракетные войска стратегического назначения представлены офицерами-курсантами военной академии имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-майор Леонид Михайлов. Выпускники академии вносят огромный вклад в создание и развитие стратегических ядерных сил страны. Одно из старейших военноучебных заведений в этом году отметит свое 200-летие. Парадный расчет серпуховского филиала академии возглавляет генерал-майор Андрей Морозов. Сегодня в институте осуществляется подготовка офицерских кадров для эксплуатации новейших типов ракетных комплексов, позволяющих решать задачи национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации. На Красной площади военнослужащие воздушно-десантных войск открывают прохождение курсанты Рязанского, Галдейского, Высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова под руководством начальника училища генерал-майора Алексея Рогозина. В разные годы более 50 тысяч выпускников своим героизмом и мужеством ховали славу воздушно-десантных войск. 135 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит 331-й гвардейский Костромской парашютно-десантный полк, 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного расчета полковник Олег Шмилев полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны при освобождении Венгрии, Техословакии и Австрии. На Красной площади десантники 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Во главе парадного строя командир полка полковник Александр Шипов. В этом году исполнилось 20 лет подвигу военнослужащих 6-й роты, принявших неравный бой с превосходящими силами противника. За мужество и героизм 22-м десантникам 6-й роты присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Воины-пограничники продолжают стоять на страже государственной границы и надежно ее охраняют. На Красной площади парадный расчет инженерных войск. Возглавляет парадный строй полковник Александр Молков. В его составе лучшие воины 1-й гвардейской инженерно-саперной Брестско-Берлинской бригады и 45-й гвардейской Берлинской инженерной бригады. На Красной площади парадный строй войск лавиационной, химической и биологической защиты слушатели военной академии имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно выполняют свой воинский долг. Решают задачи в составе гуманитарных миссий. Проходит парадный расчет войск связи. Их представляют курсанты военной академии связи имени маршала Буденного. Возглавляет парадный строй начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. За 100-летнюю историю в стенах академии подготовлено 46 тысяч командиров и инженеров для подразделений связи российской армии. Мимо трибун проходит батальон железнодорожных войск. В состав парадного расчета вошли лучшие военнослужащие отдельных железнодорожных бригад. Парадный строй возглавляет командир 38-й бригады полковник Игорь Орлов. За весомый вклад в дело победы 29 военнослужащих железнодорожных войск получили высокое звание Героя Социалистического Труда и Героя Советского Союза. На главной площади страны проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, войск социальной гвардии Российской Федерации. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов. 75 лет назад военнослужащие дивизии бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. На главной площади страны парадный расчет 2-й гвардейской фотоссылковой таманской дивизии имени Калинина возглавляет строй минерал-майор Евгений Никитин. В годы войны 34 воина-таманца удостойны звания Героя Советского Союза. Пятеро стали кавалерами Ордена Славы Всех Степеней. На Красной площади парадный строй 4-й гвардейской кантемировской танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. В годы войны танкисты-кантемировцы участвовали в важнейших фронтовых операциях по освобождению европейских государств. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. За время проведения парадов на Красной площади кремлевские курсанты пропустили только один в ноябре 41-го года, когда отдельный курсантский полк покрыл себя неувидаемой славой, став стеной на пути врага, не дав ему прорваться к столице. 811 курсантов сложили головы в боях за Москву. Мужество, героизм и самоотверженность были всегда присущи кремлевцам. Подтверждением этому 109 выпускников училища, получивших за свои подвиги и ратные дела, высокие звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр московского гарнизона. Дирижирует оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России, минерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада оркестром исполняется более 50 маршей и музыкальных произведений. Начинается прохождение парадных расчетов, механизированные колоннами. В ее составе боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель на танках Т-34. За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина, уничтожив более 7 тысяч танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. В колонну Т-34 сменяет парадный расчет самоходных артиллерийских установок СУ-100. Командует парадным расчетом лейтенант Егор Назин. Главными задачами артиллеристов-самоходчиков во время войны были уничтожение танков противника и огневая поддержка войск. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации открывает прохождение колоннобронированной колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В ее составе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» с различными боевыми модулями дистанционного управления. Во главе колонны подполковник Анатолий Васин. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М с новым боевым комплексом «Бережок» и БМП-3, оснащенные комплексом динамической защиты, позволяющим многократно повысить возможности по сохранению личного состава на поле боя. Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. На брусчатке Красной площади новейший зенитный артиллерийский комплекс «Деревиация ПВО», а также боевые машины пехоты на базе платформ «Курганец-25» и армата с боевыми модулями «Эпоха» и «Кинжал». Во главе расчета подполковник Сергей Салахуддинов. На брусчатке Красной площади колонна боевых машин поддержки танков. Их основная задача в бою – огнем поддержать танкистов, возглавляет парадный расчет капитан Алексей Фихонов. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3 1-го гвардейского чертковского танкового полка. Командует парадным расчетом капитан Ренат Рафиков. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80БВР 200-й отдельной Печенской мотострелковой бригады по главе с капитаном Александром Кармишевым. Как и в годы войны, военнослужащие бригады продолжают надежно стоять на страже российского Заполярья. На Красной площади колонна 27-й гвардейской севастопольской бригады. В ее составе современные образцы российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв». Командуют расчетом майор Константину Сольцеву. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляют колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152-мм самоходных гаубиц М-100С и коалиции СВ. Командует парадным расчетом майор Михаил Малинин. Повышенная скорострельность и новейшие способы управления огнем позволяют артиллеристам решать любые задачи на максимальной дальности. На Красной площади дивизион реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской Беликопской реактивной артиллерийской бригады возглавляет парадный строй майор Дмитрий Абакумов. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной Новороссийской бригады. На боевом знамени бригады семь орденов, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера, взятие Берлина. Во главе парадного расчета майор Илья Лобачев. На Красную площадь выдвигаются парадные расчеты противовоздушной обороны сухопутных войск в составе зенитного ракетного комплекса «Тор-М-2» гвардейского торговского полка и «Бук-М-3» 35-й зенитной ракетной бригады. Командует парадным строем подполковник Александр Малявин. Боевые возможности комплекса позволяют гарантированно уничтожить любую воздушную цель. На марше колонна пусковых установок из состава зенитной ракетной системы «С-300В-4» возглавляет колонну 77-й зенитной ракетной бригады подполковник Дмитрий Гордеев. Главная задача системы – защита войск от аэродинамических и баллистических целей на максимальной дальности и высоте. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской дивизии в составе «БМД-4» и «БТР-МДМ «Ракушка». Ведет колонну подполковник Дмитрий Томин. На красной площади колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А – первой мобильной бригады войск традиционной, химической и биологической защиты. Поздравляет колонну капитан Евгений Спицын. На брусчатке Красной площади представлены перспективные образцы огнеметной системы ТОС-2 на базе автомобиля «Урал» с повышенной дальности стрельбы и боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, которые позволяют с максимально заданной точностью и дальностью устанавливать мины на поле боя. Возглавляет колонну майор Ильнур Менгазов. На марше зенитные ракетные комплексы воздушно-космических сил открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов различные модификации под руководством подполковника Александра Кутачева. В ее составе модернизированный комплекс «Панцирь-СМ» и его предшественник «Панцирь-С» замыкает колонну арктический вариант комплекса «Панцирь-СА». В составе парадного расчета комплексы «С-350 «Витяз» и «С-400 «Триумф»» 606-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Дениса Двояшова. Возможности комплекса не может превзойти ни одна система ТОНО в зарубежных странах. На Красной площади дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. В составе колонны командный пункт управления и связи, боевые пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс способен уничтожить любую морскую цель и надежно обеспечить прикрытие побережья страны. Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Скобельников. На Красной площади колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» военной полиции. Механизированную колонну возглавляет майор Павел Максимов. Особенно хорошо бронеавтомобили зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике при сопровождении военной полиции, колонн с гуманитарным грузом, совместном патрулировании на дорогах и блокпостах. Мимо трибун проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Алексей Червин. На вооружении войск Национальной Гвардии отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в любых сложных условиях, обстановке и местности. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения командует парадным расчетом 54-й гвардейской ракетной дивизии подполковник Евгений Гончаронов. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного рассредоточения на больших территориях и преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. В основе конструкции – возможность замены боевых модулей и надежная броневая защита личного состава. Начинается авиационная часть парада. Сегодня утром 75 вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России, взяв старт с 8 аэродромов, собрались в одной точке Ближнего Подмосковья, чтобы единого строя пройти над Красной площадью. Высота пролета авиационной техники от 150 до 400 метров, скорость от 200 до 500 километров в час. Открывает воздушный парад группу в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8 АМТШ. Ведущий группа – подполковник Сергей Поляков. Продолжает парадный строй группу в составе пяти ударных вертолетов Ми-35М. Ведущий группы – подполковник Геннадий Галяков. В небе пятерка вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Ведущий группы – полковник Василий Клещенко. Над Красной площадью – пилотажная группа «Беркуты». На вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы – полковник Андрей Попов. В воздухе авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50У, способный сопровождать одновременно более 50 целей. За штурвалом – подполковник Вячеслав Левченко. В небе Москвы звено из трех военно-транспортных самолетов Ил-76МТ, способных доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира. Возглавляет группу майор Сергей Мельников. В небе группа из трех турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолет является составной частью стратегических ядерных сил Ведущей группы – подполковник Сергей Ильин. В парадном строю пролетают сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Возглавляет группу майор Алексей Валянский. Летчики майора Андрей Парусинов и подполковник Андрей Позняков демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера Ил-78. Воздухе четверка модернизированных истребителей МиГ-29 СМТ возглавляет группу подполковник Георгий Дедио. Следующий строй представлен четверкой модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущей группы – подполковник Герман Анахов. В небе группа тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Глубокая модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал» сделали авиационный комплекс грозной, сдерживающей силой. Ведущей группы – майор Евгений Шалагин. Пролетает строй истребителей пятого поколения Су-57. Ведущей группы – подполковник Владимир Володцков. В его порядке – тактическое авиационное крыло. В Красной площади подходит группа из десяти самолетов. В ее составе – бомбардировщики Су-34, истребители Су-30С и Су-35С. Ведущей группы – полковник Юрий Грицайнко. В небе – уникальные пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». В составе Кубинского бриллианта на истребителе Су-30С и МиГ-29. Возглавляет группу – подполковник Андрей Алексеевич. По традиции замыкают парадный строй Воздушно-космических сил России. Шесть самолетов-штурмовиков Су-25БР, расцвечивая небо столицы цветами государственного плага Российской Федерации. Возглавляет группу – подполковник Александр Котов. В финале военного парада Сводный оркестр исполнит песню «День Победы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok